Я Халюшина Лариса Игоревна, доктор педагогических наук. Я профессионально 20 лет занимаюсь системой дошкольного образования. И цель моей жизни создать социальные детские сады, бесплатные для малоимущих. Я хорошо осознаю, что денег для этих целей мне никто не даст. Поэтому мне пришлось изучать экономику и искать пути оптимизации развития системы для того, чтобы сделать эти социальные детские сады. Я научно доказала, что очереди в детских садах созданы искусственно, что их не должно быть. И что как минимум 10% детских садов должны стать социальными, полностью бесплатными. Значит, что нужно для этого сделать? Первое, навести порядок в системе дошкольного образования. Дело в том, что сейчас система, она искусственно расслоилась. У нас есть детские сады для белых и детские сады для черных. И те, и другие финансируются из бюджета. То есть детские сады для белых, для элиты, они имеют совершенно определенные преференции, которые оплачивают налогоплательщик. Вот эту практику нужно прекращать. Если мы вводим постоянный мониторинг деятельности системы дошкольного образования, отслеживаем все нерациональные расходы, на этой основе высчитываем норматив, отсекая все нерациональные расходы, далее вводим родительская плата, должна равняться реальным затратам, минус единый для всех норматив. Тогда сразу автоматически у нас получаются очень дешевые детские сады, или даже бесплатные. Это примерно 10% от детских садов. Но и сразу появляются детские сады очень дорогие. Это вот все элитные детские сады. И в них родители сами должны оплачивать элитные услуги для своих детей. Мной был разработан соответствующий проект. Я направила его во все инстанции, что только можно. Я получила положительную рецензию Академии российского образования. Рассматривал проект мой лично Дулинов, замминистра. Он провел еще внутреннюю образование Дулинов Максим Викторович. Значит, он создал еще дополнительную экспертизу моего проекта. И тоже получила положительную оценку. Вот теперь я говорю. Значит, если только... Я сейчас раздаю правительство и президенту. Если только эта моя инициатива не будет принята, то будем судиться с президентом. Потому что это наши деньги, это наши дети. И мы должны в первую очередь отстаивать интересы вот этих малоимущих. И добиться, чтобы очереди в детском саду, это позорное явление, исчезло. Я хочу сказать, что государство не может считаться цивилизованным до тех пор, пока в нем есть хоть один голодный ребенок. То есть вот эти социальные детские сады для того и будут создаваться. Если мама не может прокормить своих детей, так чтобы папа не убивал их, как это случилось в Перми. А чтобы отвели в детский сад бесплатный и шли на работу зарабатывать себе деньги. Вот это реальная социальная защита. Итак, нужно добиваться всем создания социальных детских садов. И лозунг «Ни одного голодного ребенка в России должен стать нашей национальной идеей».